Субтитры сделал DimaTorzok Томатная паста и масло растительное. Готовить недолго. Рецепт рассчитан примерно на кастрюлю 6-7 литров. Я уже налил в кастрюлю воды и поставил кипятиться. А за это время готовим фарш для фрикаделек. Добавляем 1 яйцо. Солим. Перчим. И хорошо перемешиваем. Еще можно немного подсолить и поперчить. Фарш можно взять любой. Говяжий, свиной, свиноговяжий и даже птичий. В данном случае это свиноговяжий фарш. Хорошо нужно все перемешать. Ну вот и все. Фарш готов. Пока отставляем его в сторону и займемся зажаркой для супа. Для зажарки нам потребуется морковка, лук, грибы и немного томатной пасты. Все это надо мелко накрошить и поджарить. Я уже налил в сковородку растительного масла. Режем лук. Морковку трем на крупной терке. Грибы просто мелко режем. Теперь ставим сковородку на огонь и жарим до готовности. Чтобы лук и морковка перестали хрустеть. Вода в кастрюле закипает. Зажарка наша жарится. Не забываем ее мешать. Сейчас ее можно немного подсолить. Фарш немного настоялся. Фрикадельки лепить нетрудно. Берем небольшой кусочек и просто скатываем. Вот и все. Вот такие примерно. Большие не надо. Пишем этот грибор. Вода закипела, в первую очередь бросаем в зелень, чтобы она хорошо прокипела и суп не забродил потом, в данном случае это мороженая зелень. Зажарка готова, добавляем сюда столовую ложку томатной пасты, много ее не надо, так как кислота в этом супе не нужна, томатная паста больше нужна для красоты, для цвета. Жарим еще 5 минут и выключаем. Ну что, все ингредиенты для супа у нас подготовлены, начинаем бросать фрикадельки, аккуратненько. Доводим до кипения и варим так минут 5. Теперь уже можно посолить предварительно, потом в конце попробуем, если нужно будет еще до соли. И поперчить. Сразу можно бросить лавровый лист. Фрикадельки прокипели минут 5, отправляем сюда картош. И сразу можно положить резанный чеснок. И следом отправляем в зажарку. Вот и все, суп практически готов. Варим до готовности картошки. Кто любит поострее, можно сюда добавить стручок красного перца. Или просто поперчить красным перцем. Ну что, картошка сварилась. Суп с фрикадельками полностью готов. Теперь можно попробовать на соль, на перец. И окончательно все довести по вкусу. Выключаем. Вот такой получился суп с фрикадельками. Ароматный, вкусный. И готовить недолго.